С восьмой отнявый танец, в вязаншем жиле, вязаншем жиле, вязаншем жиле, вязаншем жиле, вязаншем жиле, вязаншем жиле, вязаншем жиле. Если в доме запахло порохом, необходимо звать на помощь Шерлока Холмса. Частный сыщик распутает любой клубок интриг и тайн. Любимый герой кино и телесериалов, однако, был обделен в таком жанре, как мюзикл. Теперь этот пробел в театральной жизни изобретателя метода дедукции ликвидирован. Шерлок Холмс и пляшущие человечки поселились на подмостках Ростовского музыкального театра. Мы шли вслед за автором. Ламак, так сказать, автор – это не мой путь. Но, тем не менее, все дополнения, которые возникают в мюзикле, как естественные комментарии, зонговые комментарии к сюжету, они имеют место быть. На сцене будет много видео, 180 переходов в течение спектакля. И что главное для мюзикла, говорит режиссер Марк Розовский, в музыкальном – синтетический хор. И двигается отлично, и поет. Музыку к постановке театр предложил написать ростовскому композитору Игорю Левину. Я над ним работал больше года, работал над каждой нотой, сгорал вместе со своей музыкой. Но сейчас будем лицезреть, будем слушать, получилось ли. Пайетки, кружева, стеклярус, шелк и, конечно, вечно модный твит. Костюмы выполняют свою задачу – делать красоту на сцене. Десятки платьев для хора, а еще обширный гардероб для главных исполнителей. И все это в английском стиле. Это настоящий твит. Это пиджак одного из главных персонажей Хилтона Кьюбита. Костюм уникален абсолютно. И для того, чтобы пошить подобное платье, требуется достаточно большое количество времени. Сложно сказать, сколько дней. Возможно, неделя на один костюм. Мюзикл на сцене в России скорее исключение, чем правило. Но его законы постигают и изучают. А когда обучает такой преподаватель, как Марк Розовский, жди успеха. Мне хочется, чтобы, так сказать, Бродвей в Ростове состоялся в полной мере, в полную силу. Потянется ниточка, если есть зацепочка. Шерлок Холмс разгадает тайну пляшущих человечков. Преступление будет раскрыто, а зло наказано. Ведь это элементарно, Ватсон. Галина Белоусова, Тагир Фатахов и Станислав Фоменко. Дон-24. Ростов-на-Дону. Сверху-на-Дону. Да!